МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто наживается на обносках и какие серые схемы работают на рынке секонд-хенда? Добрый вечер. Это подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в эфир и начинаем новый политический сезон. Пожалуй, самый сложный за последние годы. Впереди выборы и сразу три порции. Сначала президентские, потом парламентские, а потом и местные. В этих кампаниях решится не просто то, кто будет управлять страной в ближайшие пять лет, но и какой курс будет у государства. Ставки настолько высоки, что методы политики уже не выбирают. Первая парламентская неделя этой осени показала, что схватка будет жестокой и максимально скандальной. Причем учтите, за всеми этими, так сказать, телодвижениями пристально наблюдает МВФ. О первых залпах грядущих выборов Елена Зорина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвежевшие, отдохнувшие и загоревшие, они снова возвращаются к работе. Новый политический сезон с привкусом выборов. А значит, впереди традиционно легкие интриги, море обещаний и настоящие баталии. Планы у нардепов грандиозный бюджет, вопросы безопасности, евроинтеграция, еще изменения в Конституцию, потому уже с первых дней понятно, этой осенью под куполом будет жарко. Депутаты, видно, соскучились по вниманию и телекамерам. Как я могу вам отмолвать? Просто на рейтинг сегодня. Но явно не по работе. 176, не встыгли. 194. Едва находят голоса для утверждения повестки на неделю. Желание есть, а возможности, видимо, в перешнем нет. Это какой-то разминочный такой на этот тиждень. Настроить депутатов на рабочий лад пытается спикер. Мы входим в рік, когда будут выборы и президентские, и парламентские. И много кто говорит про то, что политические эмоции могут перешкодить полноценной и полноморной работе Верховной Рады Украины. Но я уверен, что это будет период шансов и веков возможностей. Масштабный план от коалиции на осень таков. Восени мы должны эффективно работать, похвалить низко важных решений, которые касаются национальной безопасности, экономики, финансов, реформ, евро-натличного выбора Украины. Среди других, на эту осень мы должны проголосовать за новую центральную выборную комиссию. Радикалы требуют взяться за социалку. Но депутатам явно не до этого в кулуарах и под куполом. Только и разговоров, что о выборах. В зале не выстачает голосов. Очевидно, что много кто уже занимается перед выборчей деятельностью. Уже к четвергу начинаются первые скандалы. Один из них спровоцировал сам спикер. За высказывания в телеэфире оппозиция требует его отставки. Спикер парламента, другого официального обличчяя государства, допустил прямое порушение закону про заборону нацизма в позитивном плане, згадавши керевника Третьего рейха. Если Андрей Володимирович добровольно не сдать свои повноважения, наша фракция оставит за собой право на дате звернение до парламента всех краин с разъяснением цього годебного выпадку. Кроме того, наша фракция зареєструвала по страну про звільнение пана Порубия за свои посадки за таке порушение закону. Явный дух выборов просачивается даже на улицу. Без скандалов, но с флагами и плакатами. Общественные активисты требуют принятия нового избирательного кодекса. Открытые списки и отмену мажоритарки. Депутаты соглашаются, мол, нужно. Мажоритарка на сегодня – это большое-великое зло для Украины. Мажоритарка, в принципе, не работает нормально в тех странах, где заработная плата складывает меньше, приблизительно средне, чем 3000 долларов. Потому что людей можно купить за деньги, за гречку, за подарки. Политическую рекламу, на моем глубоком предоставлении, нужно оборонить, как минимум, за три месяца до выборов. Но пока принимать кодекс не спешат. В документе несколько тысяч поправок. Может быть, в октябре. Нужно назначить и новый состав Центра избиркома. Но с этим тоже оттягивают до следующей пленарной недели. Возможно, договорятся. Кадровые вопросы по ЦВК должны быть закрыты, как такие, которые уже давно перезаривали. Блок потрапит на першанку, кто выйдет на поступки и отмолитись от кандидатуры высунутою фракцию. Можете, будут и другие варианты. Можете, наши коллеги скажут, кто-то отмолится также от своей квоты, и мы сможем доподать и решить вопросы по оппозиционному блоку. Коллеги по коалиции явно взаимностью не отвечают. Отзывать своего кандидата не хотят. Одним из ключевых законопроектов этой сессии и следующей пленарной недели могут стать изменения в Конституцию, внесенные на днях президентом. Гарант предлагает европейский курс и стремления в НАТО. Еще вычеркнуть формулировки о пребывании в Украине Черноморского флота России. Документ уже прошел комитет. Это даст нам, фактически, очень серьезный аргумент нашим украинским дипломатам. Это было сделано в своем времени Литвою, и другими балтийскими странами. Сегодня они страны НАТО, и страны ЕС. Но обойтись можно и без этого, уверены в оппозиции. Я закликаю напередуне початку всех этих выборов подписать всем политикам, которые балотуются на президентскую посаду, а также в Верховную Раду, меморандум о незменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, восстановление территориальной ценности до суверенитета Украины. То, что делают с Конституцией, пытаясь вырывать из нее отдельные моменты, Конституция – это не тот документ, который можно постоянно править. Рассказы про мифическую, что сейчас нас примут в ЕС и НАТО, это просто избирательная кампания президента. Избирательная кампания – это то, что может отразиться и на бюджете. Смету страны правительство должно подать до середины сентября. И с этим вопросом премьер обещает не тянуть. Он должен быть балансированный, он должен быть правильный и реалистичный. Потому что за каждую цифру мы будем нести с вами ответственность. Бюджет на передо дни года подвижных выборов – это тот документ, через который будут контролироваться финансовые потоки, как выполнение функций государства, финансирование пенсий, зарплат, бюджетников, будильництва дорог, так и какие вещи, которые могут прямо или не прямо использовать для подкупа определенных групп выборцев. Для депутатов эта неделя точно, как разминка. Позаботились о жителях общежитий, усилили ответственность за вывоз леса Кругляка и упростили жизнь предпринимателям при прохождении таможни. А еще и сделали первый шаг к изменению военного устава и приветствия бойцов. Решение принято. Слава Украине! Как выборы повлияют на работу избранников и их решения покажет уже первые принятые серьезные документы. Возможно, изменится политический расклад. А может и настроение самих избранников. Ведь насущных проблем накопилось немало. Нужно ответственность за вопрос, которые действительно турбуют людей, которые действительно для них важливые. Это, прежде всего, тарифы, это выплаты социальные, это формирование бюджета справедливо, а не формирование бюджета полицейской государы. И мы будем от этого требовать. Я вижу, что парламент не налаштован на плитную работу в интересах общества, а планует работать в интересах предвыборчей кампании президента. Не исключено, что для получения бонусов и дополнительных симпатий о маленьком украинце из далекой глубинки все-таки вспомнят. Пока же ясно одно – можно запасаться попкорном. Сериал «Выбор» начинается. Накануне вечером депутаты из крупнейшей фракции Блок Петра Порошенко отметили начало политического сезона вместе с президентом. Встреча состоялась в одной из государственных резиденций в Киевской области. Деталей встречи до сих пор немного. По крайней мере, сообщалось, что президент анонсировал свое ежегодное послание к Верховной Раде, якобы может обнародовать новые и даже неожиданные вещи. Само послание услышим уже на следующей пленарной неделе. А вот подробности попробуем узнать прямо сейчас у Ирины Луценко, представитель президента Верховной Раде, сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Я хочу от вас действительно выведать как можно больше подробностей. Какие такие неожиданные вещи могут появиться в послании президента и вообще о чем говорили вы вчера на этой встрече? Президент рассказал результаты своих встреч с международными партнерами, начито от Ангели Меркель, Курта Волкера и много-много международных встреч, которые произошли за период депутатских каникул. Обговорились вопросы Томаса, обговорились вопросы изменения к Конституции, изменения к Статуту Збройных Сил Украины, говорили про бюджет наступного року, звичайно говорили про ті закони, які мають бути приняты. Вы знаете, что на Раде национальной безопасности и обороны было принято решение не продолжить договор про дружбу и співработничество с Российской Федерацией, потому что подходит как раз десятилетний период его действий. И Украина может не продолжить, або продолжить. Понимаете, что она порушила все до единого момента этого договора, мы его просто не продолжим. Обговорились вопросы ситуации в Азовском море, обговорились вопросы поездки президента на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, какие вопросы он там будет принимать. Это основные моменты, о которых говорилось на встрече. Враховывая то, что президент на начале политического сезона сначала встретился с керевниками всех фракций, и коалиции, и опозиции, и депутатских групп, встреча своей парламентской фракции, блоком Петра Порошенко, это логичным, потому что мы входим в политический сезон и предвыборческий сезон. Я как бы, в общем-то, и не против, и не выражал своего недовольства в вопросе, но все-таки, я повторю, первую часть моего вопроса, каких неожиданных вещей, анонсированы президентом, мы можем услышать, какие вещи мы можем услышать в его послании Верховной Раде? Я думаю, что основные меседжи, которые будут поданы президентом, это что делать в следующие 4 лет. Он будет анонсировать действия, которые он будет предлагать общество на следующие 4 лет. Я уверен, это Шенгенская зона, я уверен, это единственный энергетический союз, единственный информационный простор, единственный авиационный простор, и кроки, которые нам нужно будет пройти. Я думаю, что президентом будет проговорено моменты и политико-дипломатичного обрегулирования ситуации на Донбассе, аж же это интересует всех, миротворчая миссия, дорожная карта, я уверен. Я думаю, что обязательно общество и пенсионерам, в первую очередь в бюджетной сфере, будет анонсовано, может быть, изменения в лучшую сторону их социального становища. Я не хочу больше заглибливаться в это вопрос, я даю вам таких три тези. Это же так интересно, это же наоборот самое интересное, Ирина. Хорошо, вы заговорили о... Но это будет выступ президента, ему первое слово. Вы заговорили об изменениях в Конституцию, которые предлагаются президентам. Вот вы уверены, когда ждать голосование и уверены ли, что вы что, наберется 300 голосов? Мы планируем начать рассмотреть этого вопроса, то есть собрать первых 226 голосов для того, чтобы отправить Конституцию, проект Конституции в Конституционный суд, который проанализирует, или нет там, или она отвечает на действующие Конституции, или нет там норм, например, которые порушивают суверенитет, которые уменьшают права и свободы громадян. Это обысковая процедура. 226 мы наберем, уже сейчас мы видим, что фракции готовы к голосованию, будут поддерживать эти направления и пропозиции президента. Я уверена в результативном голосовании и в другом. Ирина, давний притч на теле украинской политики. Центр и сбирком. Вы до начала предвыборной кампании. Вы успеете все-таки обновить состав ЦК или нет? Я думаю, что мы достигнем. Фракции все готовы. На сегодняшний день существует, запропонованный президентом, перелик 14 кандидатур. Опозиционный блок выражает свое желание, все-таки, мати своего представника. Обговорятся два вопроса. Блок Петра Порошенко на закончении своего политического сезона в червне месяце заявил про то, что мы готовы поступить с одной из кандидатур. Но мы вызываем и наших партнеров по коалиции, также одного своего кандидата забрати, для того, чтобы по позиционному блоку развязать руки и дать возможность представить своих кандидатов. Но партнерами и другими фракциями предлагается и другой механизм полностью обновить весь склад ЦК. Вот вокруг этого будет идти дискуссия. Мы готовы к компромиссам, мы готовы говорить, наша мета – оновить ЦК. Ирина, у вас впереди непростой этап, непростой, наверное, год работы. Потому что этот год предвыборный, я уже об этом говорил, даже дважды предвыборный, президентские выборы, затем парламентские выборы. Но нужно же учитывать, что работаете вы сейчас в непростых условиях. Вам нужно работать и на избирателя, получается, мы будем откровенными, но в то же время и на МВФ. Верите ли вы, что у вас получится и требования кредиторов у всех удовлетворить, и избирателю, в общем-то, не разонравиться окончательно? Верите, всю политическую часть, которую miał сделать парламент, и, кстати, и президент также, те требования, которые рекомендовал нам МВФ, мы выполнили как парламент и президент. Антикоррупционный суд, судовая реформа, борьба с коррупцией через создание соответствующих органов. То есть все те политические требования, которые предлагали МВФ, парламент и президент выполнили. Теперь все зависит от решительности премьера. Не премьер иду на президентские выборы. До речи, Гройсман заявил, что он не будет идти. Это его часть, как выполнение влады, обязанностей. Он должен проявить решительность и решить, что он на год, или он завершает свое выполнение тех условий МВФ, и он обязанности общества объяснить, почему он должен так поступать. Все, что нужно было президенту, как Верховному Главнокомандующему, который выполняет полностью все функции, предоставлены Конституцией, это международная миссия, международная дипломатическая работа, это создание армии, это восстановление армии, это укрепление и гарантование прав и свобод граждан. Всю часть своей президентской работы, предоставленной ним, и обязанности перед Конституцией президент выполнил. Эта часть ответственности, подвищение или не подвищение тарифов, это работа Кабинета Министров. Ну и о том, что думают по этому поводу в самом Кабинете Министров, и об их планах на следующий политический сезон, уже совсем скоро, через несколько минут, я спрошу лично у премьер-министра Украины, Владимира Гройсмана. Дождитесь, пожалуйста, а пока я благодарю вас, Ирина, спасибо за этот разговор. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко отвечала на мои вопросы. Грядущие выборы могут установить и своеобразный рекорд по длине бюллетеней. По крайней мере, сейчас уже говорят. Участников президентской и парламентской кампании будет как минимум 40 или даже 50. Кто из них основные игроки? И стоит ли ожидать объединений при подготовке к выборам? Посмотрите далее. Продолжение следует... президент Петр Порошенко. Хотя пока это намерение официально не задекларировано. От юго-востока страны самый рейтинговый кандидат Юрий Бойко. Четвертый претендент с большим опытом участия в предвыборных гонках Анатолий Гриценко. Общественный запрос на политические перемены огромен, но случиться они могут только в том случае, если политические силы смогут консолидироваться. Парламент сейчас, по сути дела, является продолжением политических штабов, основных политических игр. Парламентские фракции стали подразделениями политических компаний. Сейчас принимаются только те законы, которые выгодны тому или иному кандидату, у которого достаточно для этого количества голосов. Внутри парламента происходит политическая конкуренция между штабами политических конкурентов на выборах. Это нас абсолютно не устраивает. Потому что это не имеет ничего общего с тем, что нужно в стране и людям. В стране бедность, в стране высокие тарифы, высокие цены. Нынешняя власть не в состоянии обеспечить нормальное развитие экономики и нормальную жизнь людям. Поэтому нужна новая власть, которая сможет это сделать. Оппозиционный бюджет всегда выступал за объединение политических сил. Собственно, в 2014 году он таким образом и был образован. В него вышли разные политические силы, которые представляли интересы Востока и Юга нашей страны. Сейчас это мощная политическая партия. На нашем поле есть и другие политические партии. И мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать. Это будут не только политические партии, но это будут и политические движения, и будут общественные движения, общественные организации, союзы. Мы надеемся на широкую консолидацию всех здоровых политических сил, которым надоели война, которым надоела бедность, надоела разруха, надоела безвластие, которое царит в нашей стране. Сегодня в Верховной Раде был еще один показательный момент. Оказалось, ну совсем наплевать на выборы руководству Николаевской области. Настолько, что даже дороги не ремонтируют, чтобы выполнить свои обязательства и порадовать избирателей. Владимир Гройсман даже специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать в Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог. При загальном проценте выполнения по всех областях 68%. 300 миллионов на использование от Николаева до Днепра. Есть разница для автолюбителей по этой дороге ехать по Николаевской области или по Днепропетровской? Нет. Им нужно ехать по одной дороге. Поэтому было принято решение в связи с невыконанием Николаевской области перекинуть на ту же дорогу в Днепропетровской области. Это подробности недели и вот какие темы мы будем обсуждать далее в нашей программе. Валютный прогноз. Пессимисты ждут доллар по 40. Оптимисты верят в силу гривни. Кому верить нам? Разгул фальшивомонетчиков. Кто наводнил Украину поддельными гривнями? Как распознать фальшивку? И что делать, если все же всучили ненастоящие деньги? Миллиарды на бедности. Продолжаем изучать теневые рынки страны. Кто наживается на обносках? И какие серые схемы работают на рынке секонд-хенда? Минфин готовится к обороне. Уже на следующей неделе начнется битва за бюджет 2019 года. Кабмин должен представить проект главного финансового документа страны к 15 сентября. Ну а на этой неделе политики в очередной раз зафиксировали, каких добавок хотят из бюджета нынешнего года. Потребности очень большие, а вот финансовые возможности, как ни печально, весьма скромные. По официальным данным счетной палаты, план бюджетных доходов только за первое полугодие не выполнен почти на 15 миллиардов гривен. То есть под вопросом уже включенной в госсмету статьи расходов, не то что добавки. Вот лишь один пример, чтобы вы понимали серьезность ситуации. Оказывается, в Минфине долго не соглашались с законопроектом о финансовой помощи семьям умерших военных. Если человек получил ранение или заболел на фронте, а вот скончался из-за этого уже после ухода со службы, то есть формально гражданским человеком, его близкие не могли претендовать на помощь от государства. Нормы, которые могут исправить это, депутаты зарегистрировали еще в прошлом году. Первое чтение законопроект прошел в феврале, но приняли его только на этой неделе. Получается, аж 18 месяцев ушло, чтобы выбить абсолютно справедливые выплаты из бюджета. Похожий путь, видимо, придется пройти и Министерство обороны. Еще в июле Степан Полторак официально запросил дополнительное финансирование для повышения зарплат военным. Тогда речь шла о 4,5 миллиардах гривен. Всего в этом году Минобороны нужно плюс 13 миллиардов к той сумме, которая была предусмотрена в госбюджете. Решений нет до сих пор. Что ждет армию без этих денег? Разбирался Игорь Левенок. Передовая окопы, ежедневные обстрелы. Впрочем, на Восточном фронте без перемен идет окопная война, которая с каждым годом все больше напоминает Первую мировую. Находимся в постоянном ожидании. Вот это как бы основное. Это говорит военный историк и публицист из Киева Игорь Родин. На Донбассе с 2014-го доброволец побывал в плену, вернулся. Два раза продлевал контракт, но в этом году говорит все, прощай оружие. Для хорошего, мотивированного бойца сидение в окопах никогда не приносит ему никакого удовлетворения. И будь как бы завтра активные боевые действия, я бы в принципе еще сам подумал бы, может быть не уходить и оставаться. Игорю 57 свое отвоевал. Сейчас на фронте много молодежи. Ребята сражаются с врагом достойно, рискуют жизнью, месяцами не видят родных. А когда приезжают в отпуск, слышат такое. Водитель троллейбуса в Тернополе получает 1017-20 в месяц, а тут ты рискуешь больше. После таких зарплатных сравнений у многих бойцов желание служить пропадает. Ведь не патриотизмом единым. Военный эксперт Олег Жданов говорит, кадровые дела в армии плачевные и нужно срочно принимать меры. Я вам скажу, что это катастрофа. У нас на сегодняшний день надо ставить вопрос боеготовности вооруженных сил. Потому что процент укомплектованности настолько низкий, а еще с уходом вот этой волны, то вообще надо ставить вопрос глобально масштаба государства о боеспособности вооруженных сил. Это понимают и военные чиновники. Министерство обороны просит правительства дополнительно выделить 4,5 миллиарда гривен, чтобы уже с 1 октября поднять зарплаты армейцам. Обеспечение военных приравнивается к национальной безопасности. На заседании СНБО президент и премьер говорят о повышении зарплат кадровым армейцам и контрактникам. Но речь идет о бюджете следующего года. И не только патриотизм должен держать украинского воина украинский контракт и армия. А и, соответственно, грешевое обеспечение. Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата было поднято не меньше, как на 30%. Повышать зарплату необходимо, но деньги не панацея от массового оттока опытных офицеров из армии. Основные причины увольнений – отсутствие перспектив и бюрократия. Финансы на третьем месте. Украинская поправа, армия УПА – это же не действовало с ним. Она есть, да, и это проблема. Владислав Селезнев, полковник, теперь уже в отставке. С мая и по ноябрь 2014-го был спикером штаба АТО. В этот период за сообщениями Селезнева с тревогой следили не только в Украине, но и во всем мире. В этом году Владислав уволился с должности заместителя начальника управления по связям с общественностью Министерства обороны. Сейчас может об армии говорить открыто. На самом деле нет ни належного денег, ни належного социального поддержки, ни соответствующего социального защиты. Отбывается певная стагнация. Через недбалу, недолугу кадровую политику извольняются військовослужбовцы. Владислав снимает однокомнатную квартиру в одной из высоток на окраине Киева. Его жилье осталось в оккупированном Крыму. Как в столице живет бывший сотрудник Министерства обороны. Владислав любезно приглашает в гости. За ремонт хозяева квартиры снизили стоимость аренды в два раза. Иначе на жилье уходила бы вся пенсия Владислава. После извольнения зла Збройного села Украины, мне нараховали пенсию 6400. Это с вырахованием участия в антитеррористической операции, с вырахованием того, что 26 лет в выслуги. Сколько вы сейчас получаете на руки? Близко 8 тысяч гривен. На эти деньги полковнику в отставке нужно оплачивать квартиру и покупать еду. Поэтому сейчас Владислав ищет работу. Получить собственные квадратные метры уже и не надеется. И бойцы на передовой и отставники согласны. Наша армия, безусловно, окрепла. Но конечной цели полного реформирования мы так и не достигли. Ведь пока вместо стандартов НАТО действуют советские уставы. А достойную зарплату заменяют карманные расходы. Игорь Левенок, Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Миссия МВФ начала работу в Украине. Новость вроде бы долгожданная, но при этом тревожная. Ведь представители фонда не приехали бы, если бы у них не было понимания, что правительство все-таки согласится с требованиями кредиторов, в том числе и о цене газа для населения. На кону транш почти в 2 миллиарда долларов. Плюс к этому можно будет разблокировать финансирование от ЕС и Всемирного банка еще на 1,5 миллиарда. Нацбанки уже рассчитывают получить деньги до конца осени. Любопытно, что Украина сама платит МВФ, пока ждет решения по траншу. Вот только за этот год наше государство уже вернуло фонду почти 2 миллиарда долларов долга. И процентов по нему и еще планируют выплатить почти 600 миллионов долларов до нового года. Так что пока это похоже на перекладывание из одного кармана в другой, из украинского в западный и обратно. Итак, насколько же могут вырасти газовые цены? Посмотрите в нашей справке. То, чего так боялись простые украинцы и наши непростые политики, стало неизбежностью. Цена на газ будет повышаться. Вопрос только как и насколько. На такой непопулярный политический и необходимый экономический шаг наши государственные мужи решились из-за непомерных долгов и после долгих переговоров с МВФ. Ведь на кону очередное долларовое вливание. Вообще постепенно повышать тарифы Украина обязалась еще в 2015. Очередной пересмотр расценок должен был произойти еще весной. В переговорах с фондом Украина безуспешно предлагала 8 компромиссных вариантов. Но договоренности достигли только сейчас. При этом условий стороны пока не разглашают. Но несколько вероятных формул озвучивают в СМИ. И по ним газ будет стоить от 8 до 10 тысяч гривен за тысячу кубов. А значит цифры в наших платежках изменятся на 30, а то и 50 процентов. При этом не МВФ единым. Причина высоких украинских тарифов не только международные рыночные реалии и обязательства, но и непомерные финансовые аппетиты отечественных игроков. Сегодня у монополистов есть нафтогаз, который на себя сконцентровал все. Весь вхит и пограбунок населения за рахунок космической цены за газ, который остается в их руках, потому что собеварность там 1,5 тысячи гривен, население продают по 7, 1,5 тысячи гривен, по 9, там хотят поднимать до 11 или 15 тысяч гривен за тысячу кубов. Это как бы пограбунок, потому что это космос, таких ценных не было ни где в мире. Тут работает принцип, что одному ярмо, другому выгода. Ведь чем выше тарифы, тем больше доход и премии работников нафтогаза. Уже с сентября НАК повысил газовые расценки для промышленности. До сих пор нет прозрачного формирования цены между теплоснабжающими компаниями и нафтогазом, а значит монополист сам устанавливает свои тарифы и штрафы. И при этом НАК фактически тормозит добычу собственного газа в стране. Нафтогаз Украины сегодня банкротит специально газовый дубувание. И таким образом хотят за бесценок выкупить это предприятие, как это делалось в принципе за эти все 20 лет. Ведь пока все бизнес игры государственного монополиста исправно оплачиваются ежемесячно простыми людьми, которым уже этой осенью готовят новый тарифный удар. Чтобы уж точно разобраться, что всех нас ждет этой осенью с тарифами и в целом, чего ждать от правительства в новом политическом сезоне, давайте-ка поговорим с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Он сейчас на связи со студией нашей программы. Владимир Борисович, я вас приветствую. Один из самых сложных вопросов политсезона, безусловно, о сотрудничестве с МВФ. Их ключевое требование – это повышение цены на газ. И похоже, что придется это требование принять все-таки. Сегодня в Верховной Раде вы называли это, я процитирую, «вынужденным шагом». Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Мы говорим про подвищение пенсии украинским пенсионерам. Но нас закинули с вами так просто тишком-нишком в серьезную борговую яму. С одного боку, мы видим, что экономика начинает ростать, и это очевидный факт. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас на плечах такой серьезный борг, который мы самостоятельно сегодня не можем выплатить. Поэтому мы должны выходить на внешние рынки, получать возможность его перекредитирования, уменьшить процедуру на обслуживание. Ви вдумайтесь, мы в наступном году за обслуживание боргу, и в том числе все, что касается выплаты по боргу, мы должны заплатить 12 миллиардов долларов. Щойно у вас было сказано, что это 2 миллиарда. Я хочу подкреслити, что мы в этом году дали 4 миллиарда долларов по боргам, которые мы с вами накопичили. Но нам придется с вами за них рассчитывать. Поэтому это абсолютно абсолютно крок. И этот крок мы должны сделать для того, чтобы достичь стабильность. Есть другой вариант. Я понимаю, что там все глушаты, и сегодня, в том числе и политики, говорят, что этого делать не можно, нужно только уменьшить цены. Да я первый за то, чтобы уменьшить цены. Но я понимаю, что на выполнение цієї требований поставить Украину на межу дефолту. А дефолт означает нецинение гривней, увеличение цены в стране в целом. Мы этого хотим, мы хотим кризи. Так вот я хочу сказать, что я не кризовый премьер. Я премьер антикризовый. И я все сделаю для того, чтобы защитить людей от возможного подорожжения и изменения цены. И это мы сделаем через решение программы субсидий. Б. Мы сделаем все для того, чтобы не допустить будь-яких экономических потрясений, обеспечить снижение инфляции, стабильность цены и взросление реальных доходов украинских граждан. Это завдание, это тот формат, тот сценарий, по которому я буду идти. А я хочу подкрасить, кто бы что сегодня не сказал. Я жоднои копейки из этих 50 миллиардов не взял. Но я должен сегодня нести ответственность за всех 45 миллионов украинцев для того, чтобы ситуацию регулировать. И я глубоко верю в то, что моя стратегия говорит про то, что мы можем за 10 лет уменьшить существенно эти борьбы, а взагалі, возможно, и отдать, за счет взросления национальной экономики. Это наше завдание. Все инее, что говорят политики сегодня. Вот сегодня мне в парламенте говорят про то, что собрали миллион подписей против повышения цен на газ. Я сказал, коллеги, 45 миллионов украинцев против повышения цен на газ. И я среди этих 45 миллионов. А який у нас выбор? Стабильность, дестабилизация. Дестабилизация за эти годы нашей независимости людей уже наилились. Поэтому всех защитимы, пройдемо этот этап. Сейчас идет конструктивная работа с миссией МВФ. И я буду максимально находить все возможности, чтобы минимизировать измену цены. Но окременно нужно отметить, что цены на житлово-коммунальные послуги в том числе формуются на местном уровне. И я просил бы и меров поделиться на то, каким чином изменить структуру формирования цены для того, чтобы такая смена не была суттевой. Но это окремая еще разумова. И поверьте мне, мне это питание болит. Я веду дискуссию про это один год. На разных уровнях. Но все, что мы сможем сделать, мы сделаем. Это и президент Украины. Это процесс включения. И украинский парламент. Все на всех политических уровнях ведут эти дискуссии для того, чтобы минимизировать негативный вплив. Ну понятно. Вот вы говорите, все-таки хочется пару моментов уточнить. Вы говорите, что начали с консультаций. Но когда нам стоит ожидать итогов переговоров с МВФ и конкретных решений о том, насколько вырастет цена газа и тарифы? Нацбанки заявили, что в этом году газовая цена вырастет на четверть, в следующем году еще как минимум на 15%. Вы с этим согласны? Мова идет про то, чтобы у нас была в стране единственная цена на газ. И эти обязанности взятие, вы скажете, в 2015 году. Я вам покажу, меморандумы из 2008-2009 года, каждый уряд это подписывал. Но то, что они фактически подписывали и это не выполнили, подъемли доверие до Украины. Не нужно было подписываться. А мы уже это получили у спадок. Потому что подписать один раз может держава, независимо от того, кто премьер-министр. А потом держава мае выполнять, даже если премьер-министр изменится. Поэтому так выпала доля, что я маю решить эту проблему. И я еще раз наголошу, для меня очень важно, чтобы защитить обычных граждан Украины. Для меня это принципово значение. Поэтому рейк ведется ця дискуссия. Миссия приехала 6-го числа. Мы вчера зустрелись, полтора часа провели разговоры. Миссия работает. Ситуация, наши взаимовременности абсолютно конструктивными. Вони будут працювати два тижня. За результатами я поведомлю, про какие решения может идти мова. Хорошо. Ну, давайте поговорим о политсезоне в целом. Что вы считаете главной задачей правительства на это время? И не опасаетесь ли, что работа и парламента, и правительства попросту утонет во всей этой предвыборной борьбе? А насправді, политики сейчас начинают бороться за посады. Моё завдание как премьер-министра бороться за стабильность в стране и за экономический рост. Вот это тем, чем я буду заниматься и занимаюсь сегодня, каждого дня и каждого месяца. Моё завдание полягае в том, чтобы докласти все усилия до стабильной ситуации в стране. Звісно, что есть те, кто будет пытаться дестабилизировать. У нас, как всегда, никуда не подівся политичный цинизм, который абсолютно полностью противоречит нормальным моральным якостям. Завжди говорят, что политика – это справа достаточно брудная. Но я наголошу на том, что мой приоритет один – это экономический рост, это экономическая стабилизация в стране, это честный бюджет 2019-го року, честный, реалистичный бюджет 2019-го року. Это снижение инфляции, это снижение количества рабочих мест, это снижение средней заработной платы в стране. До речи, в следующем году мы плануем 4 170 грн. уже минимальную заработную плату, которую мы подаем в парламент, сегодня 3 700. То есть мы будем двигаться так, чтобы стабилизировать ситуацию, и страна в 2019 году должна стать сильнейшой, и люди должны должны быть более уверены. Это величезное завдание. И для этого нам нужно делать достаточно серьезную коалицию с украинским суспільством. Потому что те, что я слышу сегодня по телебачению, как и вы, або в засобах массовой информации, которые транслируют наши украинские политики, за голову берешься. Потому что завжди, сейчас будет вам все обещать, а потом, в конце концов, сделают так, как делали завжди. Просто не выполняйте, что обещали. И будет расчаривание. Выстоит расчаривание, выстоит крыс. Давайте формировать ответственную политику. Вот это мой принцип и приоритеты на наступный, на цей ряк, на наступный ряк. Ну, действительно, хотелось бы, чтобы в этом непростом предвыборном году разочарования было меньше, чем реальных дел, конечно. Есть еще одна тема, господин премьер, которую хотелось бы с вами обсудить в этой беседе. Это отставка в фискальной службе. Исполняющий обязанности главы фискалов Мирослав Продан ушел по собственному желанию, но при этом не стал прощаться. Наоборот, пообещал участвовать в конкурсе по отбору нового главы фискальной службы. Причем дал понять, что считает себя одним из основных претендентов на назначение. Мол, за полтора года, пока Продан руководил фискалами, сделано было достаточно много. Кстати, еще недавно, в конце августа, фискальная служба отчитывалась о значительном росте доходов от таможни в результате борьбы с контрабандой. В этом году получили дополнительно не менее 50 миллиардов гривен. И вот здесь вопрос к вам, господин премьер, как вы прокомментируете отставку Мирослава Продана? И что это означает? Мы оголосили публичный конкурс на вакантную посаду голови ДФС. После того, действующий и выполняющий обовязки подав в отставку. Думаю, что это абсолютно прогнозовано, поскольку все те, кто планирует участие в конкурсе, не имеют права управлять службой до момента проведения конкурса. Это с одного боку. С другой стороны, нам нужно не втратить темп, который мы взяли в борьбе с контрабандой. Поэтому уряд визначился и я подписал эту постанову про призначение выполнение обовязки боевого полковника Александра Власова, который два с полной года воював на спецподразделе «Фантом» и был на передовой на Донбассе. Поэтому я глубоко верю в то, что тот прогресс, который мы достигли, мы только за липень-серпень додатково до государственного бюджета мобилизовали поревняно с таким же периодом минулого года, вдумайтесь, 12,3 миллиарда гривен. И это еще не кинец. Поэтому завдание перед керевником, который предназначен, посильную борьбу с контрабандой, с тиновыми схемами, а то, что продали для ДФС и для бизнеса, могут сказать вам самі бизнес-асосоциации. Честный НДС, честный ПДВ в стране не было до моменту того, пока он не впровадил решение про электронное податки. Закрутив работу по формированию сканеров, которые сегодня уже строятся. Я считаю, что есть много позитивных кроков, которые оценивает бизнес. И я всегда говорю наступное. Я, в принципе, против этой государственной насильной системы, которая тиснет на бизнес. И поэтому я всегда сказал и подкрасил, что очень важно, чтобы легальный бизнес, билий бизнес, бачил ДФС только по телебачению. А те, кто мают на себе чувствовать всю месть машины борьбы с тюновыми схемами. И самое главное, что мы маем все, как правоохранная система, кто вболевает за страну, здесь объединены. И я могу сказать, что сегодня мы можем рассчитывать на объединение всех структур. У меня была серьезная разговор с генеральным прокурором Украины, мы говорили про это серьезно с президентом Украины, с министром внутренних справ, национальной полиции. Можем все объединяться, ударить по цей гидрик и наповнить украинский бюджет. Кожна гривня от размытения мая належать украинским гражданам. Вот это наше завдание, которое мы можем вместе выполнить. Я верю в то, что это можно сделать с серьезной силой. Давайте от наполнения бюджета к бюджетным тратам. У депутатов уже много идей относительно того, какие поправки можно внести в госбюджет нынешнего года. Это социальные выплаты, расходы на здравоохранение, там много пунктов. Министерство обороны попросило, например, увеличить расходы на денежное обеспечение для военных. Вот на что реально, только реально, может хватить денег у государства и какие изменения в госбюджете готово поддержать правительство? Спасибо за ваши вопросы. В вашем вопросе была не прихована ответ. Многих депутатов есть инициатив о направлении дополнительной выплаты. Вы сказали туда и туда. Я про Министерство обороны скажу. Тобто все пропонуют витратить гроші. Так я же пропоную коллеги, скажите, где заработать гроші и потом отдать их гражданам. Тому все кто пропонует витраты, они должны пропоновать с трибуны Верховной Ради где заработать. И я думаю, что мы пойдем таким шляхом, что я буду абсолютно чітко рекомендувать этим инициаторам браться відповедально за то, вот там можно заработать 10 млрд или 100 млрд А реально, если вы хотите заработать, борьтесь на себя ответственность в рамках сегодняшней системы виконавчей влады и законодавства. И будь ласка. Но знаете, я еще раз наголошусь и вертаюсь до всех граждан Украины. Друзья, давайте снимем ту пелену, которую нам одягают постоянно на очи разно-плановыми обещанками, которые никто никогда не выполняет. Давайте будем вимогливыми до всех, включая с премьер-министром, брехати можуть всі. Розмовляти про те, чого немає, можуть всі. А реально брати і робити справу, будувати дороги, відкривати нові дитячі садочки, ремонтувати лікарні, забезпечувати людей ліками, місяць в місяць виплачувати заработну плату бюджетній сфері і пенсії. Це реальна робота, яку треба робити кожного дня, а не просто молоти все, що попідряд. Тому я за відповідальну політику. Якщо є витрати, будь ласка, давайте де заробити. Якщо ви говорите, що там десь можна заробити, беріть на контроль, я вам все відкриваю, працюйте, боріться і поборете, як сказав великий Тарасовий Шевченко. І тоді це буде нормальна абсолютно взаємодія. А так сказати, давайте витратиму, де я все, все, що в мене буде в можливостях державного бюджету, готовий віддати і українському пенсіонеру, і українському війну, і українській дитині. Це ж для нас є принципово важливим. Тому, що стосується бюджету оборонної сфери, на наступний рік, як ви зазначали, ми передали в Раду національної безпеки і оборони бюджет, який на 23 мільярда гривень більше, ніж в цьому році. В принципі, при раціональному використанні цих ресурсів можливо забезпечити і підтримку і озброєння, і модернізацію озброєння, і в тому числі підвищення грошового забезпечення для наших війнів. Оце завдання сьогодні в рамках Ради національної безпеки і оборони разом з урядом, разом з Міністерством фінансів знайти ту пропорцію фінансування, яка забезпечить досягнення цих цілей. А я наголошую на тому, що боротьба з контрабандою, відкриття нових підприємств, вироблення нової української продукції робить Україну сильнішою фінансово. У нас є два вектора досягнення незалежності в країні. Перший. Це дійсно гарантом нашої незалежності і суверенітету є українське військо. А наступна позиція, яка не менш важливою для забезпечення цього суверенітету і незалежності, є наша економічна сила, наш економічний ріст. І тому двіць складових і є стратегією нашого успіху. І от в тому питанні треба дуже чітко і виважено працювати над фінальними рішеннями. Ми відкриті, ми бюджет подамо, як завжди, вже традиційно, 15 вересня в український парламент і будемо працювати з парламентом для того, щоб вийти на фіналізацію реалістичного бюджету, не надутого цифрами, які не підкривали грошима, а реального бюджету країни 19-го року. Дякую за ці ответи. Прем'єр-миністр України Владимир Гройс вам отвечав на мої вопросы. Ви смотрите подробности недели. Ми возвращаємся в прямой ефір. Газ подорожає, а субсидій становиться все менше. Весь год чиновники подчищали списки получателей субсидій, сократили нормы потребления, проверяли тех, хто занизил свої доходи, щоб незаслужено получить госдотации на коммуналку. Нашли даже несколько десятков тысяч человек, которые умудрились оформити субсидії дважды, сразу в нескольких регіонах. А ще пообещали вообще лишить дотации с 1 октября всех, у кого нет газових счетчиков. Но ведь люди за год богаче не стали. Чего же ждать в отопительному сезоні? Нові тарифи будуть, а новіх субсидій не буде? Разбирала Сина Томина. Я очень щепетильний человек, я боюсь, не дай Бог, не так заплатить, не так рассчитаться. Я законопослушный человек. Киевлянка Раиса Ахметовна аккуратна и законопослушна, как и большинство украинских пенсионеров. Она выдержала тепловой удар прошлого сезона и прожила без долгов по коммуналке. Благо, субсидия покрывала затраты. Газа в ее доме нет, воду экономила. А в этом году придется экономить еще и свет. Если в прошлом году у нас еще было электричество давали 130 киловатт на одну семью, ну, если я одна, так в прошлом году, в начале, как говорится, этого года сезили на 110 киловатт. Хоть 20 киловатт, ну, забрали. Ну, что 110 киловатт? Это что, не варить, не стирать, не мыть. Грядущий отопительный сезон сейчас топ-тема в общественном транспорте и во дворах всей страны. Соседи Раисы Ахметовны уже упражняются в коммунальной арифметике и гадают, какие же цифры получат в платежках. Особенно те, кому с субсидией не повезло. В этом году уже она достаточно была, высокая оплата. А если идут сейчас разговоры о том, что уже повысить, то, ну, я считаю, что для человека среднего класса, который хотя бы еще способен платить за квартиру, вот на сегодняшний день поднимать квартплату и, то есть, тарифы, тарифы поднимать, это, конечно, ну, просто увеличивает задолженность. Какими будут тарифы, станет понятно ближе к концу месяца, когда правительство согласует с МВФ цены на газ. Ведь стоимость голубого топлива напрямую влияет на сумму в платежках. В структуре себестоимости абсолютно всех жилищно-коммунальных услуг и, прежде всего, в структуре себестоимости такой услуг, как отопление и горячая вода, на 80% заложен именно газ. Педвищение будь-якой цены на газ, оно однозначно призведет до того, что больше людей пидут по субсидии. Хоча одночасно два процесса идут. Зараз скорочуется кількість субсидиантів саме завдяки жорстким критериям. Можно дискутувати по тим чи іншим критериям, але зрозуміло, коли уряд сам себе загнав і армія стала субсидиантів 6,6 мільйон домогасподарств, то це не може потягнути бюджет і інші платники податків. Правительство і не скрыває, що в цьому году хочуть сократити субсидии для одного, а то і двух мільйонів семей. Ведь содержать всех слишком дорого. Тільки в цьому году на це ушли рекордні 70 мільярдів гривен. Та і часто нуждающіся льготники на самом деле оказываються хитрецами і умудряються оформляти сразу по дві госскідки. Тому в новому сезоні субсидиантов тщательно просеють. Начали з жорсткой проверки і новых соціальних норм. Також за бортом остануться должники за коммуналку і безработні. Але наряду з жорсткими правилами оформляння потребителям обіцяють і бонуси в виде монетизації. До першого вересня ми зібрали ці всі заяви людей з їхніми паспортними даними з банківськими реквізитами і десь в жовтні листопаді ці люди отримують вартість на рівні 100 кубів газу. Це десь 690 рівень. Но пока в органах соцзащиты затіщі. Желаючих получить госскідку немного. Все пройдуть в жовтні і в жовтні починається пальменний період. А в тому, що отопительний сезон почнеться в октябрі в правительстві не сомневаются. Говорят, пересмотр ціны на газ не повод для паніки і срива сроків. Мол, і запаси газа в хранилищах є, і з електроэнергиєю і все в порядці. А вот експерты критикують. Год прошел, а старі проблеми остались. Плічильникам будинковим тепла провалена програма. Я думаю, відсотків 50 максимум по лічильниках тепла. По лічильниках газу провалена програма 3,5 мільйона домогосподарств без лічильників газа так само, як і було. Ніякої масової енергоефективності немає. З одного боку, ми витрачаємо 72 мільярди гривень на субсидії і аж 2 мільярди гривень на тепломодернізацію. Вплатною заняться этим обещають уже с нового года, когда заработает фонд енергоэффективности. А пока украинцы повышають енергоэффективність индивидуально в отдельно взятом жилище, прикручивая батареи і бережно використовую воду економію ради. Інна Томина, Евгений Камінський і Сергій Ерєминко Подробності недели Телеканал Інтер. Продолжим обсуждення политического сезона. Позицію власти мы уже сегодня услышали. Теперь обсудим чего ждать в новом сезоне от оппозиції. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Правительство готовится все-таки поднимать цену на газ для населения. Вот по вашей оценке так уж неизбежно это решение? Да нет, конечно. Этого никогда и в мыслях не было. Когда я был министром энергетики, поднять настолько стоимость газа. Восемь раз подняли стоимость отечественного газа. И я когда слушал выступление премьер-министра, я категорически не согласен с его подходом. И вообще с той позицией, которую занял сегодняшний режим по отношению к собственным гражданам. И люди должны понимать, что произошло. Почему вот так задирают цены? Страна наша потребляет примерно 30 миллиардов кубов газа, из которых 15 добывает сама, а 15 это газ покупает импортный. И действительно предыдущее правительство, правительство премьер-министра Яценюка, подписало меморандум с МВФ и обязалось стоимость газа собственной добычи приравнять к импортному газу, что делать было категорически нельзя. А сегодняшнее правительство этой уже позиции придерживается. И не поставило вопрос перед МВФ, что так делать нельзя. Что произошло? Себестоимость газа собственной добычи 15 миллиардов полторы тысячи гривен, а импортный газ стоит 300 долларов. И они взяли и подписали свое меморандум, что газ собственной добычи будет равен стоимости импортного 300 долларов. И вот эти деньги берут с людей. Потом сказали, что мы дадим субсидии. В бюджете предусмотрели около 40 или 60 миллиардов, 67, если память не изменяет. И этого на 15 а то и 20 миллиардов не хватит, чтобы обеспечить всех, кто нуждается. Сейчас начали резать эти субсидии, поскольку бюджета не хватает, не хватает денег. И вот к чему пришли. Поэтому я категорически не согласен с таким подходом сегодняшнего режима. И считаю, что надо наоборот снизить в два раза коммунальные тарифы. И это объяснимо, потому что хотите единую цену, мы тоже выступали за единую цену, я вел переговоры с МВФ, и у нас была абсолютно понятная идеология. Берем стоимость газа собственной добычи, стоимость импортного газа, смешением, делаем единую цену, и исходя из этого уже рассчитываем тарифы. Если так посчитать, то стоимость коммунальных услуг будет снижена в два раза. Вот так и надо идти, а не выдумывать какие-то объяснения, валить все на попередников, как обычно придумывать какие-то мифические долги, с 2014 года по 2018 набрали примерно 25 миллиардов долларов и увеличили долговую нагрузку очень существенно на страну в целом. И это уже вина сегодняшней власти. Хорошо, но судя по всему, скорее всего, повышение цены на газ все-таки не избежать, судя по заявлениям, в том числе из кабинета министров. К чему это может привести? Первый мой вопрос. И второй вопрос, хватит ли у государства средств на сегодняшний день, чтобы хотя бы субсидии давать всем тем, кто в них нуждается? Однозначно средств не хватает, поэтому начали резать субсидии. Вот то, что говорят в сюжете эксперты, это правда. Более того, придумали такую норму, что если у человека задолженность по коммунальным услугам в 340 гривен, представьте себе, не вовремя дали платежку, не вовремя сдали. Это вопрос одного не вовремя оплачиваемого счета. Да, это 2-3 недели. То человек лишается субсидий. Вот такими искусственными мерами на 2 миллиона домохозяйств собираются уменьшить количество субсидий. И это целенаправленно абсолютно безответственная политика сегодняшнего правительства. И я думаю, что они настолько критически зависят от МВФ сегодня, допустили до такого, что они будут поднимать цену, это приведет к социальным волнениям. Причем первое требование МВФ, понимая, что уровень коррупции ужасающий и украдут все, что им дай, потребовали сначала сделать антикоррупционный суд. Долго обрыкалось сегодняшнее руководство, не хотели этого делать, боялись, потом все-таки сделали, хотя он их не спасет. Но второе требование это повышение стоимости газа собственной добычи для населения. Что уже сделали сегодня? Это только собираются делать, а сегодня уже на 20% повысили стоимость газа для промышленности. Что это значит? Газ занимает существенное место в себестоимости практически всех товаров первой необходимости. Начиная от хлеба и кончая сахаром. То есть это сразу потянет рост цен на эти товары, а сразу за ними пойдут все остальные. То есть это повышение цен, это ухудшение жизни людей, то есть это тоже нельзя было делать. И то, что довели, что формально государственная компания нефтегаз из Украины не подчиняется ни государству, я уже не беру там правительство, ни президенту, а руководится извне, вот это вторая дикая ошибка, которую допустил сегодняшний режим. Они не могут руководить, не могут контролировать цены, что беспокоит и раздражает всех людей. Поскольку каждый день человек сталкивается с ростом цен. Юрий Анатольевич, есть уже много инициатив по изменению госбюджета на этот год, то есть текущего года, что реально может и должно быть принято, как вы считаете? Я считаю, что мы не должны повторить того, что было сделано в прошлом году. Понятно, что наша фракция не голосовала за прошлый бюджет, но что сделали? Резко увеличили финансирование всех силовых структур примерно на 21 миллиард и на ту же сумму обрезали социальные выплаты. Социальные выплаты по всем категориям. Военные пенсионеры, чернобыльцы, афганцы, все пострадавшие в результате внешних обстоятельств, они не получают существенной помощи от государства. При этом увеличили выплаты на силовые структуры, то есть банально строили полицейское государство и продолжают строить с бедным населением. Вот это мы не должны допустить. Мы, естественно, будем смотреть за проектом бюджета и будем протестовать, если будет опять попытка еще дальше продолжать такую же политику. Потому что парламент ушел на каникулы, а к нам пришли сюда чернобыльцы, у которых на руках решение конституционного суда по иску нашей фракции по возобновлению социальных выплат. И правительство сегодня игнорирует решение суда и допускает уже криминальное преступление, не выплачивая этим людям социальные выплаты, которые они обязаны получить по закону. Вот такого не должно быть. Понятно. Спасибо за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Спасибо. Мы с вами продолжим. Текстильная свалка Европы это то, во что превращается наша страна. Сейчас Украину буквально заваливают секонд-хендом. С одной стороны, это показатель плачевной экономической ситуации, ведь многим людям новая одежда попросту не по карману. А вот с другой стороны, это прибыльный бизнес с упрощенной системой налогообложения и хорошая ширма для контрабанды. Наша Фируза Бегматова решила проследить путь одной вещи из благотворительного фонда благополучной Европе до магазина секонда в Украине. Сколько людей кормится на вещах с иностранного плеча и какая же конечная цена изначально бесплатной футболки. Привет! Что ты собираешься выкинуть? Вот футболка. Она не в ужасном состоянии, но просто поношенная. И я уже ее не собираюсь надевать. Ненужные вещи бельгиец Фредерик, как и множество европейцев, выбрасывают не в мусорник, а складывают в специальные баки для текстиля. Если просто выбросить в урну, то оно сгорит, и это плохо. Может, кто-то еще оденет. И природе польза и себе плюс в карму. Ведь люди уверены, что они безвозмездно отдают вещи на благотворительность. Но читав бескорыстные порывы, легко конвертируются в чьи-то деньги. И вероятность того, что, к примеру, эта серая футболка попадет в руки нуждающегося бесплатно, минимальна. В Европе из каждых ста пунктов сбора вещей лишь несколько относятся к благотворительным организациям. Остальные это бизнес-компании. Из контейнеров или пакетов, которые вешают людям на двери, вещи перекладывают в большие упаковки и перевозят нам сюда на сортировку. А дальше запускается промышленный секонд-конвейер. Одежду сортируют на три группы, хорошие вещи, заношенные и тряпки. Ветошь продают предприятиям, центов по 30-50 за килограмм. Заношенные отправляют в Африку немногим дороже, а что получше, в Восточную Европу от 1 до 3 евро за кило. С Украиной эта фирма работает уже около 8 лет. Это упаковано на Африку. Для Украины мы так не сжимаем, мы складываем в пластиковые пакеты, чтобы не испортить качество. Все эти вещи потом доверху заполняют украинские склады. И на этом этапе бизнес-цепочки наша бесплатная футболка Фредерико уже перестает быть бесплатной. Бельгийский килограмм одежды тут стоит около 5 евро. На один из таких складов мы наведались якобы с целью открыть свой секонд. Снимаем на мобильный телефон. Сотрудник хвастается, мол у них одеваются даже жены политиков. Жена мэра города приходит к нам в магазин тариться. И тот так тихонечко, так, чтобы он не знал. В брелях кольца. Ничего, не брезают всяком, нормально. Ведь в мешках попадается брендовый товар. Три пары джинс, там два лависа, один лив. Все отсюда. Пойти на базар 2803. Я не считаю, что нужно давать трешку за джинсы. дорого. Ведь цена привязана к валюте. И у подавляющего большинства украинцев на новые вещи денег нет. Ничего иного, как секонд-хенд, они себе позволить не могут. Даже отечественное производство одежды и обуви все равно в разы дороже, чем могут себе позволить люди. Именно бедность является главной причиной процветания секонда в стране. Объемы воза с каждым годом растут. А Украина превращается в свалку европейского бушного текстиля. Это уход от реальной стоимости импорта готовых изделий. Объемы секонда, которые завозятся, динамично развиваются, особенно в последние несколько лет после подписания соглашения ассоциации СССР. Только в прошлом году секонда зашло под три килограмма на каждого жителя Украины. Ведь это очень прибыльно. Уже знакомый нам сотрудник склада объясняет все на примере одного мешка. Вы достали там курточку, курточка будет стоить кожаная, она не очень убитая, нормальная, вы видите, рукавчики, подкладочка, живенькая, можете там курточку оценить, там где-то 600 гривен. Что за самая особая? 400-500 гривен туфли. Вот две вещи тысячи гривен. А в мешке на 50 килограммов может быть не один десяток курток и туфель и стоит Баум меньше 100 долларов. Вот две вещи вы полмешка отбили. На этом этапе уже розничной продажи в магазине копеечная футболка бельгийца Фредерико становится не такой уже копеечной. Из-за нее легко можно выручить гривен 100. А если с правильным маркетингом потом перепродать в интернете, то и того больше. Как это зарабатывать на секунде мы решили проверить сами. Покупаем полмешка в одном из столичных складов одежды из Европы. Остальное по европейскому примеру соберем у щедрых граждан. Мы даже убедительный лозунг придумали твины потреб богатство для иншого. Богатство в данном случае в буквальном значении. Со всем добытым идем открывать свою точку. Первыми соблазняются женщины. А что-то есть на застежке большого размера? Мне ничего не надо на самом деле. Просто что, видела плату симпатично. Мои вещи. Я уже не могу закладывать. Хотя уже столько раздала всего, что просто не ничего. Ничего не надо превращается в первые 50 гривен в нашу кассу. Была 50, но я не могу найти. Позже потягиваются и мужчины. Типа саганханка есть победителя. Они закупились сначала на 250, а потом и на 300 гривен. И в итоге на вещах себестоимостью примерно 200 гривен мы заработали в три раза больше. Именно поэтому заниматься таким бизнесом желающих много. Вот только обратная сторона сиюминутной выгоды это нокаут отечественной легкой промышленности. Это прямое уничтожение национальной легкой промышленности. Это уничтожение производственных рабочих мест в первую очередь бюджетных поступлений. Этот объем который могли бы произвести украинские предприятия и задействовано было бы 45 тысяч рабочих мест. Но конкурировать с копеечной одежды с европейского плеча украинские производители не могут. Вот наглядная арифметика. Отечественный костюм стоит в 25 раз дороже чем килограмм импортных костюмов из секонда. Производители легкой промышленности не могут конкурировать уплачивая все налоги считая каждую единицу товара и считая калькуляцию на производство изделий платя все налоги. А желающих зарабатывать на бесплатных вещах да еще и по упрощенному налогообложению слишком много. К тому же в плотном мешке для европейского секонда очень легко прятать контрабанду и за копейки провозить через границу дорогие бренды на вес. А пока для одних украинцев секонды это выгодный бизнес для миллионов других единственная возможность купить одежду и Украина сейчас один из мировых лидеров среди импортеров ношенной одежды. Кстати все деньги вырученные нами во время эксперимента мы отдали нуждающимся в настоящий благотворительный фонд. Фируза Бегматова Елена Абрамович Богдан Савруцкий Вячеслав Фролов подробности недели телеканал Интер И вот давайте с темы контрабанды с которой как выяснилось завязан рынок секонд-хенда в Украине в том числе начнем разговор с нашим гостем Тарас Казак экономический эксперт пришел отвечать на мои вопросы Здравствуйте Тарас Добрый вечер Благодарю за участие в программе Вот смотрите каждый раз когда заходит речь о таможне о серых потоках товаров политики оперируют суммами в сотни миллиардов гривен ежегодно Насколько вы можете ли подтвердить приблизительно хотя бы эту сумму и считайте реальным сделать так чтобы вот эти миллиарды оседали не в карманах ушлых чиновников или коррупционеров а наполняли хотя бы социальной статьей расходов в стране оценки размеров доходов от контрабанды коливаются от 100 миллиардов гривен до половины доходов бюджета это 500 миллиардов гривен Министерство финансов очень консервативные оценки дает это заниженные можно сказать и оно оценивает контрабанду размером 100 миллиардов гривен это величезные доходы и конечно из этих доходов имеют риск саме митники и навколо митников какие-то еще дилки и не думаю что так просто они погодятся отдать эти доходы кроме того мы знаем что митница это еще и политический интерес политических планов на сегодня борьба за посаду главы ДФС разгортается достаточно серьезно кроме того контроль с боку правоохранных органов за митницею традиционно митницу контролювала Служба безопасности Украины которая находится под контролем президента скажемо а сьогодні есть желание контролировать еще и со стороны конкурента президента и еще политического сила Народного фронта саме министра внутренних справ Арсена Авакова потому что по домовленості с урядом есть постанова что на митнице будет еще дополнительный контроль полиции в связи с тем что мовляв СБУ недостатньо контролирует это все то сбільшается кількость контролеров наследок будет мабуть кількость хабарив для нашего бизнеса ну посмотрим возможно и улучшение ситуации возможно эти сотни миллиардов начнут наполнять государственный бюджет тут нужно смотреть чем это закончится я хочу сказать что после того как залякали что будет еще и МВС доходы митнице в липне и серпне начали сростати примерно на 4-5 миллиардов гривен они стали больше чем в предыдущем месяце а как сделать чтобы доходы были сутки может помните в 2014-2015 было популярные разговоры про то что нужно поставить на нашу митницу иноземных профессионных митников которые будут контролировать или покажут приклад как это делать про то говорил Яценюк будучи на посаде премьера на жаль это все закончилось разговорами ну знаете у нас истории в нашей стране все истории с иностранными варягами на жаль заканчиваются плохо доказано кабинетом министров Украины на сегодняшний день прошлыми составами как вы в целом вот вы о бюджете мы начали с вами так точечно упомянули оцениваете ситуацию с бюджетом в нынешнем году бюджетом 2018 некоторые эксперты говорят что уже вот эти первые полгода показались что бюджет не будет выполнен ни при каких условиях вы прокомментируете есть статистика за 8 месяцев 8 месяцев это ревно 2 третины года 8 от 12 на сегодня не отриманы доходы в размере 3% от запланованных доходов в абсолютных цифрах это приблизительно 19 миллиардов гривен бюджет отримал меньше доходов чем он плановал 3% это не много но мы видим что как на этот показатель 3% вошли еще в квитне так он третит практически 8 месяцев то может до конца года такая же тенденция зберегаться больше проблема не в том что збираются эти доходы больше проблема в том что уряд не может залучить борги для финансирования дефицитов мы знаем что этого года дефицит бюджета как и традиционно в Украине 2,5% ВВП и на сегодня уряд не смог залучить достатно чтобы даже погасить те борги которые он не отдал на сегодня он залучил меньше чем отдал а залучить на 2,5% больше чем отдавать там велика проблема и мы еще про это поговорим с МВФ связаны то тут могут быть серьезные причины для недофинансирования выдатков мы видели что это уже был звонок с пенсийным фондом в липне когда затримка на несколько дней по выплате пенсий и это может быть первый звонок который может перетвориться на серьезное недофинансирование выдатков восемь и на начале зимы неутешительный пока прогноз конечно но вот еще одну тему я очень хочу с вами обсудить она точно волнует большинство наших граждан доллар опять растет причем к сожалению очень уверенно уже почти ни у кого не осталось сомнений что к концу года американская валюта выйдет на уровень 30 гривен причем это еще оптимистичный сценарий эксперты говорят если осенью так и не удастся получить транш от МВФ как это планируется то уже зимой доллар может оказаться ближе к 40 гривням за доллар на таком фоне особенно интересно выглядят отчеты нацбанка о том сколько валюты перечисляют в Украину наши граждане работающие за границей вот свежие данные за 7 месяцев этого года от зарабетчан уже пришло больше 6 миллиардов долларов а за весь год они переведут в Украину около 11 миллиардов долларов то есть в 5 раз больше чем нам может дать международный валютный фонд Тарас вот ваш прогноз что будет с курсом стоит ли опасаться каких-то резких скачков и у нашего нацбанка хватит ресурсов на сегодняшний день чтобы удержать ситуацию тут хочу сказать две тези первая теза национальный банк перестав контролювати курс тобто он вважает и это написано в законе про национальный банк что курс это не есть основной проблемой национального банка основной проблемой национального банка это инфляция потому что инфляция национальный банк его не будет потому что на колливаниях всегда втрачают простые люди купляют по максимуму продают на минимуму это что касается позиции национального банка что касается вообще курсу так певный тригер это МВФ если МВФ в цей осени не пизднейше в листопаде не дать украине кредит размером 2 млрд долларов с гривной могут быть проблемы и это не оценка только экспертов это и профессиональная оценка национального банка он тоже говорит что будет очень сложно втримать гривню если МВФ не дать следующий транш с высоты вашего опыта и анализ текущей экономической ситуации не будет кредита 30 40 люди напуганы сейчас нужно как-то знать я думаю что кредит будет я думаю что кредит будет имоверность больше 50% 60% это не просто оценки это и есть основы так думать потому что приехала миссия МВФ а миссия МВФ приезжает тогда в тот момент когда есть определенное сподевание от МВФ что они все-таки приезжают недаремно я уже говорил об этом буквально недавно что скорее всего у миссии МВФ есть четкое понимание что украинская страна все-таки пойдет на все уступки в том числе по цене на газ гарантовать это не возможно потому что как домовится уряд с МВФ Гройсман с представителями МВФ пока что мы не знаем будет подняте на газ но какого размера это подняте готовый пойти уряд если МВФ не будет не будет не только не лягать людей но 40 это очень высокий показатель треба чтобы негативно склалась конъюнктура на наши экспортные товары если метали будут дешевые а газ и нафта дорогие то мы будем куплять по импорту дорогу нефт и газ а продавать дешевый металл то в этом случае может быть и 40 хорошо спасибо вам огромное Тарас Казак экономический эксперт отвечал на мои вопросы спасибо за участие в программе мы продолжим вот кстати еще один показатель обесценивания отечественной валюты предпочтение фальшивоманетчиков сейчас гривню подделывают реже ну просто потому что это невыгодно затраты не покрывают прибыли а вот липовых долларов в Украине достаточно много уже тем более валютные скачки это благодатный период для мошенников какие купюры подделывают чаще всего что делают банки чтобы технологически не отставать от фальшивоманетчиков и где чаще всего вам могут сплавить подделку все расскажет Евгения Коваленко доллар все выше а гривня все ниже только за последнюю неделю американская валюта выросла на 50 копеек и уже уверенно укрепилась выше отметки в 28 и такими курсовыми качелями умело пользуются мошенники в Украине увеличилось количество долларовой липы подроблять гривни сейчас все меньше экономично доцельно намного доцельнейше подроблять иноземные так называемые твердые валюты особенно доллар к тому же сбережения Юлия но бывали но бывали случаи а дальше все по уже знакомому сценарию прилично одетый покупатель попросила расплатиться долларами по выгодному курсу она взяла в руки эти деньги она пощупала что бумажка настоящая то есть там же есть специальные такие грани которые можно ощутить тактильно вот она даже посмотрела на свет на свет тоже просвечивалось все что должно просвечиваться в долларах женщина сперва обрадовалась сделке но когда присмотрелась к купюре радость быстро развеялась это не 100 долларов это 1 доллар настоящий 1 доллар но к нему приклеили нолики в итоге женщина потеряла и свой товар и больше 2,5 тысяч гривен и самое обидное наказать мошенника невозможно в среднем в Украине где-то 100 выроков на рік бывает стосована подробки купюр максимальный строк это 12 но практика показывает что больше 4 не дают самые профессиональные фальшивки производят фактически в промышленном масштабе на мощном оборудовании и без специальных экспертиз распознать такую подделку невозможно год назад когда в Украине был всплеск долларовых подделок липовые купюры даже в отделениях банков не всегда могли определить тот кто может себе дозволить купить высокаякосную полиографическую технику имеет возможность в любых побудовых условиях заниматься подробкой грошей этим летом в Одессе задержали фальшивомонетчиков они за деньги реальные продавали деньги поддельные на 40% ниже от их номинала при задержании они пытались спихнуть очередной транш липы на 9000 евро подделывали умельцы и иностранную валюту и отечественную если есть подозрение что к вам в руки попала фальшивка нужно сразу вызывать полицию а если липу выдал к примеру банкомат то обращаться в банк но бывают случаи когда клиенты сами приносят фальшивку чаще всего происходит таким образом что в пачке денег клиенту случайно попалась одна купюра тогда этих купюр более трех тогда в кассах у нас есть так называемые тревожные кнопки банки обновляют технику каждые три года говорят этого достаточно чтобы идти в ногу с технологиями фальшивомонетчиков на первом этапе с помощью купюросчетных машин так называемых двухкарманных машин идет отбраковка первоначальная то есть после этого отбракованная купюра проверяется дополнительно так называемом спектрометре в любом случае определенного рода купюры подделывают мы в среднем на исследование сдаем не более десяти наверное купюр в месяц поддельные банкноты обычно отличаются по цвету и рельефу на пятьсотки это Григорий Сковорода который отбивает полностью его образ по-другому это если посмотреть есть водяный знак гривни но чтобы не получить липу важна не только бдительность но и обычный здравый смысл ведь все-таки большинство людей становятся жертвами фальшивомонетчиков из-за собственной жадности а солидный человек который предлагает дешево купить валюту превращается в продавца обычных фантиков Евгения Коваленко Сергей Килимник Олег Неведомский Оксана Малашенкова и Олег Ерофеев подробности недели телеканал интер побег из СИЗО в Киеве разыскивается подозреваемый в убийстве деталей события пока не ясны исчезновение арестанта охранники Лукьяновского следственного изолятора заметили при проверке заключенных сбежавшему всего 19 лет зовут его Виталий Пушкин вообще побеги заключенных из Лукьяновского СИЗО в Киеве большая редкость всех кто владеет любой информацией о сбежавшем правоохранители просят сообщить по номеру 102 это человек который еще прошлый год нанесло телесные ушкоджения на убийство сотрудника следственного изолятора фактически трубой проломали голову человек схильный до нападу человек схильный до втечи никакого контроля не было свободное пересувание по следственному изолятору это основные причины которые позволили сделать эту втечу вчера где-то после третьей часа последний раз его въязание видели о третьей часа информация такая что он вернулся куда его должны были вывозить на следствие или на суд он вернулся ему сказали ну иди до своей камеры ну вот он и пошел его шукают до сих до сих до сих здоровья политзаключенного украинца Владимира Балуха ухудшается такую тревожную информацию сегодня опубликовала омбудсмен Людмила Денисова по ее информации Владимир стремительно худеет у него сильные боли в области печени и воспаление уха напомню голодает Балух уже 171 день и сегодня 117 день голодовки Олега Сенцова честно говоря этот подсчет уже просто страшно вести при этом точных данных о состоянии здоровья Олега нет российские официальные лица уверяют что чувствует он себя удовлетворительно и я даже процитирую организм адаптировался к голодовке это звучит даже ужаснее чем сроки голодовки понятно что таким заявлением верить очень сложно но и в ближайшее время можно ожидать что еще активнее этой темой будет заниматься Вашингтон на сайте Белого дома нужное количество подписей набрало петиции с призывом к США использовать все рычаги для освобождения Сенцова раздел петиции на сайте Белого дома очень популярен у американцев как средство коммуникации с властью правда администрация США реагирует не на все призывы которые размещают в этом разделе но вероятно тема освобождения Сенцова все-таки привлечет необходимое внимание вот к сожалению внимание украинских депутатов к теме заложников привлечь сложно и даже несмотря на то что это выгодно для них в контексте грядущих выборов ну то есть в эфирах они всегда готовы высказываться на эту тему но проголосовать за решение необходимое для конкретной помощи семьям политзаключенных почему-то не в состоянии накануне накануне свое возмущение этим фактом выразила Ирина Герасченко уже 8 месяцев депутаты не могут разблокировать выплаты родственникам политзаключенных причем началось все еще зимой с некорректно выписанной строки в бюджете которая и стала причиной проблемы а потом уже и законопроект способный исправить эту проблему потерялся между Верховной Радой и Минфином Герасченко называет все это искусственными препятствиями неприятные новости всю неделю приходят с Донбасса на фронте горячо каждый день только за минувшие сутки произошло почти три десятка обстрелов о ситуации на Донбассе знает наш военкор Геннадий Вивденко основные события на линии фронта это обстрелы со стороны оккупантов которые учащаются день за днем на этой неделе есть потери среди военных в районе Водянова в Приазовье от гранатометного огня погиб морской пехотинец Максим Авдиенко семь бойцов на протяжении этой недели были ранены ну какой уж тут перемирия нашим бойцам приходилось открывать ответный огонь на подавление приходилось приходилось в основном в ночное время суток в ночное время суток вот потому что как бы обосенят вот они этим моментом пользуются наглеют но вот тяжелую артиллерию боевики с начала недели не использовали и это время условного перемирия украинские войска максимально используют для укрепления своих позиций используют надо каждый момент тишины чтобы твоя жизнь зависит от того как ты укопался как ты оборудовал свою точку ведем спостережение за противником вот его ну насколько он активный но что-то в последнее время не они окопаются и мы окопаемся пока есть час то есть если начнется активная фаза то тогда уже не до того будет тогда уже надо будет тут на пустой будет окопная война и так и выходит что ни войны ни меры но на передовой говорят на следующей неделе противник вероятно может усилить провокации в совместном центре контроля и координации заявили что со стороны российских оккупантов идет развертывание до 500 единиц бронетехники и артсистем по данным из наших источников они группируются на линии фронта вблизи оккупированных Луганска и Горловки эту информацию сейчас изучает украинское командование противник просто наращивает силы противник ведет инженерные работы причем такими ударными темпами то есть к чему-то готовится противник мы тоже ждем мы знаем готовимся и сегодня впервые с начала школьного перемирия штаб операции объединенных сил зафиксировал обстрел украинских позиций из 152-мм орудий это произошло в районе поселка Крымское в Луганской области Геннадий Вивденко Вадим Ревун Антон Чуженко подробности недели телеканал Интер президент Украины поздравил сегодня военных разведчиков с профессиональным праздником Петр Порошенко отметил что как верховный главнокомандующий доволен результатами работы разведки и поблагодарил за службу вы все знаете что несколько дней в том я как президент внес до парламента проект изменений до Конституции который предпочитает полномасштабное членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Певнично-Атлантичного договора как завдание для президента завдание для уряда и завдание для парламента и могу сказать что выпередающими кроками в этом направлении движутся как Министерство обороны в целом служба безопасности и другие силовые подразделения и в частности Главное управление разведки которое налагодило отношение к вере с нашими партнерами и опять Сирия стороны противостояния готовятся к финальному столкновению правительственные войска близки к тому чтобы восстановить контроль над всей территорией страны осталась фактически только одна провинция которую Башар Асад еще не контролирует но зато какая там находятся тысячи опытных бойцов сопротивления которых эвакуировали из других частей Сирии чем грозит столкновение и почему Дональд Трамп уже обещает возмездие разбирался Сергей Услендер К наступлению все готово похоже президент Асад решил поставить в многолетней войне жирную точку на границе с провинцией Идлиб последним оплотом сирийской оппозиции сосредоточены крупные воинские соединения танки и артиллерия российская авиация бомбит позиции повстанцев расчищая путь сирийским военным удары наносят и по жилым кварталам ООН призывает не начинать наступление иначе будет множество жертв среди мирного населения международное сообщество обращается к Москве и Анкаре с просьбой вмешаться президент США Трамп написал в твиттере президент Сирии Баша Расад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии сотни тысяч людей могут быть убиты не дайте этому случиться а позже Трамп даже сделал предостережение с нотами явной угрозы не может быть резни если это будет бойня мир будет очень очень сердит и Соединенные Штаты тоже будут очень злиться я очень внимательно слежу что происходит там в провинции окруженной множеством людей с большим количеством оружия и там множество невинных жителей там 3 миллиона по крайней мере невинных людей и вы должны быть очень-очень осторожны мир наблюдает и Соединенные Штаты очень внимательно следят насколько внимательно Сирия уже испытала в апреле когда в ответ на химическую атаку в городе Дума американский флот при содействии ВВС Великобритании нанес удар по объектам армии Асада были разрушены несколько центров имевших по мнению западной коалиции отношение к разработке и производству отравляющих веществ Но у России свои планы она проводит крупнейшие за последнее время военные маневры в Средиземном море десятки кораблей и самолетов в том числе ракетоносцы дальнего действия заявленная цель отработка противовоздушной и противодиверсионной защиты соединения от каких диверсантов корабли будут защищать бомбардировщики дальнего действия непонятно как на первый взгляд непонятен и выбор региона для таких маневров явная цель попугать и показать российские намерения чтобы никто даже не думал вмешаться в Идлибе чтобы противодействовать каким-то образом российскому наступлению А в самой провинции сейчас гуманитарная ситуация кошмарная большие разрушения вызванные обстрелами и бомбежками множество раненых не получающих помощь дефицит медикаментов и продовольствия но главное цель закончить войну многим экспертам представляется недостижимой следует понимать что победа которой будет несомненно будет победа Асада но победа Асада не означает мир в Сирии окончание военных действий будет какая-то партизанская война какая-то потому что мало захватить какое-то место нужно еще его и контролировать а на контроль именно постоянный четкий контроль захваченной местности у Асада на это нету сил Сирийская армия воюет по устаревшим тактическим выкладкам ураганный огонь по площадям удары с воздуха обычными бомбами потом зачистка так было в Алеппо где до сих пор не удалось установить точное количество жертв среди гражданских город в результате бомбардировок и штурма был практически полностью разрушен последнее наступление сирийской войны начнется со дня на день сомнений в том что сирийская армия при помощи российских самолетов разобьет повстанцев нет ни у кого как нет сомнений в том что эта победа вряд ли будет означать окончание войны Сергей Узлендер подробности недели Ближневосточное бюро телеканала Интер сегодня в Тегеране состоялись переговоры которые могут повлиять на судьбу Сирии лидеры Турции Ирана и России обсуждали ситуацию в той самой провинции Идлиб и даже как сообщает информагентство договорились о согласовании действий в Сирии эта встреча прошла явно в пику американцам Россия настаивает на возврате Идлиба под контроль Башара Асада Иран желает сохранить свое присутствие в Сирии хотя выдавить оттуда иранские силы одна из главных задач США ну а турецкий лидер опасается новой волны беженцев из Сирии в том случае если битва за Идлиб все же начнется в ближайшее время и пойдет по тому же жесткому сценарию по которому войска Асада возвращали контроль над другими территориями и кстати уже сегодня появилась информация о том что США и Россия активно обмениваются ну скажем так предупреждениями по Сирии якобы россияне уже дважды сообщали американцам о готовящихся ударах по тем районам Сирии где действуют войска США в свою очередь американцы ответили мол любой неточный удар приведет к прямому столкновению с армией США американцы здесь я цитирую без колебаний применят силу для защиты себя коалиции и партнеров предупреждения сыпятся и из Европы французы уже обещают если Башар Асад как раньше применит химическое оружие то войска Франции будут готовы к удару вместе с американцами похожие заявления звучат и в Британии наши действия будут напрямую связаны с поведением нашего партнера Соединенных Штатов Америки у Франции есть возможность действовать самостоятельно однако мы выражаем солидарность с нашим американским стратегическим союзником и это важно для Франции поскольку видение ситуации в Сирии одинаковое для обеих сторон и эту проблему мы хотим преодолеть вместе надо сказать что Дональду Трампу в ближайшие месяцы точно не нужны плохие новости в ноябре ведь промежуточные выборы в Конгресс США но у республиканцев дела очень плохи а именно эту партию представляет Трамп демократы существенно опережают республиканцы в вопросах и во многом виноват в этом сам президент США рейтинг одобрения его действий довольно низкий около 40% еще и с тенденцией на дальнейшее понижение аналитики говорят что фигура Трампа становится почти токсичной для избирателей в национальном масштабе а это означает что с высокой вероятностью политические конкуренты из демократической партии уже очень скоро установят свой контроль над американским парламентом ну а мы будем внимательно следить за этой интересной темой об этом всем и другом в следующих выпусках подробностей недели на сегодня же все спасибо что смотрели и до встречи в следующую пятницу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...